ребят вы наверняка умаялись думать как же встречать новый год покупать шампанское нарезать оливье ху и запасаться мандаринами мне кажется самое время присесть немножечко отдохнуть и посмотреть последний в этом году новый выпуск дурнев смотрит stories поехали ребят ну новогоднее настроение уже у меня в руках лапушка и самое время ее использовать я боюсь что она просто раз и разорвет не пол лица зачем я туда посмотрел ребят а у нас владимир кауфман 333 тысячи подписчиков владимир кауфман продаю мини-купер блогер года все-таки далее вода бьюти эксперт гидонист work profile сотрудничество реклама в директ 333 тысячи подписчиков у него твои те люди кто подписался учим они good more и ну что друзья как начался ваш день я уже еду на работу из рубрики не скромно о себе иду я во дворе и какой-то ребенок говорит мама что это за чучело не скромно ребенок говорит мама смотри это же тот долл который не верил коронавирус и кричал кто эти люди какой-то ребенок говорит мама смотри звезда идет не всегда знаете непонятно как вот эти геи ну окей они меняют внешность но они голос этот подбирают то есть вряд ли он всю жизнь таким голосом он просто был такой привет меня вова зовут типа а потом это все заставляет же надо как так и хотелось ему сказать что я не звезда я легенда более легендарного человека сложно и представить класс популярность знаете я уже как дед мороз если ты таким образом объясняешь как ты заражаешь своих партнеров зпппп я просто дед мороз раздаю такие подарки лови дружочек короче друзьям наконец-то сегодня иду на маникюр среди как у меня сильно отросло капец и шоке мне такое никогда не было все потому что у меня перед новым годом просто завал работы и мне даже не было свободного часа а часа это очень мало чтобы пойти сделать маник сегодня наконец-то меня вписали там прям мои герои в общем какие проблемы серьезно это герои получатся но же вы рассказывает что очень богатый знаменитый знаешь и он настолько богатый знаменит что не может буквально два часа не покрашивать кому-то волосы это же блин 100 долларов или 200 о нет как я могу не заработать еще 200 баксов просто вова послушайте а значит смотрите вы просто не берете кого-то с 12 до 2 через неделю и на это время записывайтесь на маникюр без герой просто заранее и все потом приходите и вам все дело у них все было занято все полностью но ради меня они там постарались я теперь сижу думаю что что мне выбрать что мне выбрать какой цвет мне кажется какой бы цвет он не выбрал все равно когда достаешь от маникюренную руку из задницы партнера она так или иначе в дерьме вы уже сделали новогодние маникюры потому что я не я 27 мои герои меня записали я не понимаю в чем прикол я не делаю шелак вот это что там наращивание отказался делаю просто маникюр потому что какого-то момента девочки начали говорить не засовываю мне в рот нет маникюренные пальцы я такой окей я понимаю так вот я просто записываюсь заранее на несколько месяцев вперед с периодичностью раз в две недели и все лайфхак получать дедушка мороз я не хочу ходить на работу я хочу смотреть много 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 тик тока хорошее желание у тебя внучок вот тебе 10 гигабайт интернет от вода фон подарок смотри сколько хочешь но пообещай дедушке не ставить лайки инста самки не буду а я хочу в этом году больше звонить бабушке твоя бабушка была очень хорошей девочкой в этом году поэтому вот тебе подарок 30 минут звонков спасибо дедушка иди и передай привет от дедушки дедушка а я хочу смотреть документальные передачи про животных по телевизору а я ты рыбонька конечно вот тебе 14 дней бесплатного пользования вода фон тв только пообещай дедушки переключить когда будут рассказывать про оргазм свиньи а тебе дружок тоже полагается подарок и для его получения даже не нужно садиться к дедушке на коленке как бы дедушки этого не хотелось ведь в приложении май вода фон кроме управления номером всегда можно узнать что там за акции нынче устанавливай приложение май вода фон и участвуй в новогодней акции шейк энд вин все что тебе нужно это просто встряхнуть свое мобильное устройство и получить новогодний презент от вода фон смотри дедушка уже выиграл скидку 4 гривны за литр топлива олени будут счастливы на сакари ссылка в описании попробуй ты ох май вода фон радует конечно освобождает дедушку от дополнительной работы ха 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 с новым годом дорогуши николай тищенко 504 тысячи подписчиков ребят николай тищенко политик депутат верховную раду украины заступник головы депутатской фракции слуга народу кстати в прошлой серии мы эксклюзивно абсолютно самыми первыми выяснили что николай тищенко оказывается ходит верховную раду с липовым qr-кодом просто посмотрите очень буду это рассказывать посмотрите вот здесь вот здесь вылазит уведомление перейдите посмотрите это действительно раз после того как мы это рассказали масса сми ссылаясь на нас опубликовал эту новость тищенко а проверка обвинения в подделке к вид сертификата и пригрозил журналистам судом уважаемые журналисты вот qr-код сканируйте и сами во всем убедитесь и обращаюсь ко всем изданиям которые публиковали неправдивую информацию и кто не обратился к моей пресс-службе а у него прям целая пресс-служба это вам на третий этаж в пресс-службу чтобы получить комментарий второй стороны как это принято в журналистике жду ваших официальных извинений и снятия материала сайта в противном случае вам придется отвечать в суде это где у него фейсбуке вот она о внутрешний к вид сертификат он точно здесь на да ребят действительно у николая тищенко есть к вид сертификат мы только что использовали 9 отсканировали фотографию которую он выложил и мы поздравляем николай вы вакцинированы совершенно непонятно зачем нужно было говорить что вы не носите телефон и все такое ладно это остается на вашей совести мы приносим свои глубочайшие извинения за то что сказали что у вас нет к вид сертификата он есть все в порядке вы вакцинированы и вы ребят и всем советуем вакцинироваться также ребят николай тищенко посетил предприятия украинские энергетические машины харькове бедные работяги конечно потому что объяснить николаю такое довольно трудно давайте вспомним как он разбирался с детскими кубиками но это такая знаете старая советская тема когда надо приехать куда-то на предприятие в красивом дорогом пиджаке сделать умное лицо лукашенко вот это дело значит чисто лукашенко ская такая тема он прямо разве потому что это все его он такой почему валяется труба почему непобеленное дерево чем-то мтиченко занимался вот зачем ему знать как там что там отклонение от мат модели не разбираясь вопросе как он может вообще поучаствовать как-то в улучшении или в ухудшении или в изменении ситуации и первый и последний раз видишь вот эту херню все ну там три стержня то вот это круглая а тут открывается закрывать ну примерно понятно например я не хочу сказать что я или вы или дима или кто-то из нас бы лучше разобрались попав такую ситуацию нет наверное бы примерно так же просто сам по себе этот процесс какой в нем смысл авсори запилить я был на заводе там работа кипит смотрите если по на не кипела до николая потом он приехал и заработала окей вы запустили процесс но так прошу прощения нет в этом никакого смысла кроме пиара и отличение ребят от работы потому что пока тот рабочий объяснял николаю как крышка он не работал ребят давайте не забывать что новогоднее настроение и с наступающим новым годом всем привет звучит монатик поздравляю с новым годом всех тех кто любит смотреть как дурнив смотрит stories я один из вас сияйте ярко звучите громко кружите смело и зажигайте павел островский ребят 527 тысяч подписчиков священник павел островский вы еще не один раз отпишитесь от меня это по-итальянски что а да как и все священники а это новичок ухты добрый вечер ребятки у нас фир с ответами на вопросы которые вы заранее писали в stories знаете почему в церкви вы никогда не найдете открытые вайфай потому что это невидимая сила которая действительно существует собственно в stories это инстаграм и есть сейчас ссылочка на то чтобы оставить вопросы и буду на них отвечать так ну как говорится недолго думая поехали ну с богом да по и получается поехали здравствуйте от вас не отпишусь хотелось бы отписаться от своих грехов ты главное на мои грехи не подпишись куда что алексей щербаков от церкви добрый день почему вы решили вести инстаграм что вам это дает спасибо за ответ когда я делаю что-то полезно то меньше грешу инста отвлекает меня от всяких плохих желаний потом знаешь подписался на телок там с жопами путешествующих вечно по курортам и такой уже не хочешь детей ну или чем там они занимаются какое ваше мнение о небинарной гендерной идентичности я против наркотиков ты не понял что такое небинарная гендерная идентичность в некоторых обществах и начинают уже принимать мысль что не только два может быть пола что это слишком узко и вот собственно говоря вопрос об этом ну судя по всему если ты не понимаешь что-то то это скорее всего наркоман какой-то спросил чем разница между добрым атеистом и злым христианином один слепой другой тупой такой гордон на минималку нет если ты веришь что бог есть не надо быть злым потому что тебе жопа у ворот в рая тебя не пустят скинут в ад гореть в котле а вообще все это мне напоминает нашу программу пожежа где мы разбираем ваши вопросы эти скоро выйдет 3 выпуска пока вот мы по ссылке можете посмотреть первых два и также будет спешл в котором мы разберем ваши грехи за 2021 год можно ли верующим ходить в сетшоп если только с благочестивым лицом это как какие фалосы прошу прощения верянка не могли бы вы передать эту розовую вульву ребят вот батюшка сидит в инсте а лучше бы сидел на hotline выбирал подарочки потому что hotline знает где дешевле многие и дорогие зрители долго import stories получается я тоже поздравляем нас наступающим новым годом что самое главное чтобы беседку и у нас были stories и классные и вы были бусинки и нас было все больше больше люблю ребят самое время поставить закусенец вверх этому выпуску весь год ставили закусенцы и сегодня не забудьте все поплавский дальше ребят 6 миллионов подписчиков остановитесь а мы кайло поплавский публичная личность и громадский дядь а еще это ректор киевского университета культуры и искусства prawdzi американский ликарн фубент пишет проти щепро торговый可以 умный норме засойчивали мастурба цию время поговорить на серьезной теме что пройдет батюхк старый случай собственной долго засойчивали мастурбации я куважали грехом ректор национального университета культуры и искусства которого мы заслужили. Он вообще хоть о чем-то другом думает. В прошлом у него было, что сексом классно занимался. Да, да. Если ты студентка, поцеловать в анус пожилого, богатого мужчину, это не грех. Но медицина идет вперед, и исследования выявили факты, которые должны быть известны каждому. Австралийские ученики пришли в выясновку, что мужчины в веке 20-50 лет, которые постоянно мастурбуют, меньше рисуют захворить на рак простаты. Я теперь просто не могу думать ни о чем другом, кроме того, что по-плавски постоянно дрочат. Больше того, если человек мастурбует, у него снимается нервовая и эмоциональная напруга, снимается стресс, полившийся настрой, соответственно, и здоровье. Я на самом деле где-то так же думаю, хоть я не врач, я просто эмпирическим. Некоторые из этих утверждений, ну как некоторые, именно это утверждение я и проверял. Но, когда это говорит по-плавски, ну это, ну это жесть. При таком количестве студенток, мне кажется, ему есть кому подрочить. Он не говорит, что он сам себе. А, да, кстати. Я так понимаю, это промок открытия факультета мастурбации. Это должно было случиться, но хватит прятаться по дачам. Давайте дрочить прямо на парах. Нет, Леночка, вы неправильно. Вот. Это может быть профилактикой разных заболеваний. А может и не быть. В общем, ребят, дрочите на здоровье. Дурниев смотрит сториз, поддерживает этот тезис. Вперед. Дрочите прямо во время просмотра наших программ. Всем привет. Меня зовут Даша Ши. Я хочу поздравить всех зрителей программы Дурниев смотрит сториз с Новым Годом. Хочу пожелать еще больше смеха, радости и веселья. И чтобы вас ничего не расстраивало в следующем году. И даже вот эти вот лисьи глазки, которые вы видите по утрам. Зосима, офишл, 644 тысячи подписчиков. Предсказываю будущее. Только белая магия. Без всякой вот этой вот. Расисты от магов это еще то. Консультирую по темам. Деньги, любовь, работа. Красная нить у нее имеется. И амулеты. Аффирмации каждый день. Запись на консультацию. Поговорим? Можно ли срать напротив зеркала? Не срать. А. Я думаю, я что, неправильно срую последних 7 лет? Можно ли спать напротив зеркала? Нет. Просто нет. Ни в коем случае. Потому что зеркало это портал. Это параллельную реальность, наверное. Вы можете соскользнуть куда-то. Нет, ребят, вы что, гоните? Конечно, можно. Добрый день. Во сне мама отрезала волосы ребенку. Плохо. Ну, плохо. Смотрите, если вы хотите отрезать волосы ребенку, лучше не вы с ней. Ну, реально. Так оно аккуратнее будет. Так. Снился умерший человек. Мы обнимались. Стоит ли переживать? Заболейте. На чем это написано? На яйце пашот. Ребят, смотрите, я тоже могу сделать предсказание. Вот послушайте, реально, я просто чувствую сейчас такое магическое время. Очень много энергии. Накапливается конец года. И я прям вижу, вот каждый из вас, кто смотрит эту программу, я вам клянусь, каждый. Дети, взрослые, очень взрослые. Все заболеют. Однажды все заболеют, потом выздоровеют. Все. Каждый заболеет, потом выздоровеет, потом снова заболеет. Вот, блядь, если я напи***рил, если вы никогда не заболеете, пи***р, приходите, я буду извиняться. Попомните мои слова. Однажды это случится. Так. Доброго дня. До чего снится, что говорила с Богом? Вы прекрасна. Благополучаю. Благодарю. Я представляю, если бы она написала, до чего снится, что говорила с Богом? Ну, вы выглядите так себе, не на мой вкус. Смерти. Скорее всего, вы умрете очень скоро. Через секунду. Ясно, тварь? Так. Засимочка, блядь. Почему ее зовут устаревшим русским словом? Засим, предлагаю расходиться. Засимочка, подскажите, ни с того ни с сего появляется чувство тревоги, даже когда все хорошо. Насколько я знаю, это... Насколько я знаю, это начало панических... Вот так. Вот так. Вот так. Ну, это насколько она знает. Да. Подскажите месяца, в который можно выходить замуж. Хорошо. Кроме майя. Все. Нет, майя там же, блядь. С первого по десятый все отдыхают. Потом там эти майские жуки прилетают. Начинает, ну, все такое зеленое. Ну, куда? Реально вот хорошо где-то в июле дать. А знаешь, почему говорят, что в мае нельзя? В мае жениха не выбирай. Почему? Потому что будешь маяться. Добрый день. Горло, горло, носу. И чтобы он сделал КТ вашего носа и посмотрел. Что не так? Возможно, там у вас отекает что-то во сне, и вы перестаете дышать нормально. Сделайте это. Или сущность. Увидим новик. Да. Доброго ранку. Вы сама проводите обряды, че я помечники? Як стыгает и все. В работе есть помощники. Может ли зависть близкой подруги рушить мою жизнь? И финансово, и по здоровью. Конечно. Рубрика к бабке не ходи. Она мне завидует, поэтому я постоянно болею. Какие женщины интересные все-таки. Женщине можно отмечать 33 года? Спасибо. 9.33.40 не отмечают. Это потому что 9 дней, 40 дней, и 33 это возраст Христа. Ну и как объяснить 9-летнему ребенку, что... Не-не-не, слушай. Слушай, Аленочка, нет. 9. Помнишь, бабушку твою упоминали на 9 дней? Так вот, это связано. Так. В церкви хочется всегда смеяться. Почему? Нехорошо. Вас нужно смотреть на картах. А ты думаешь, тебе остров Тузла пишет или что? Нет, это на картах надо глянуть. А вот вы где. До чего сняться? Богато цыганью. К неприятностям. Ну тут правда. Это точно. Добрый вечер. К чему снятся маленькие котята много? К беременности. Точно к беременности. Нашли у мамы в сумке иглу и шилу. Шилу нашли. Говорят, это порча. Да, это подклад. Подклад. Из-за кладка, знаешь, а это подкладка. Подклад. Шила в мешке не утаишь, получается. Как можно считать и пол ребенка до зачатия? Это белорусы пишут или кто это, прости? Как можно считать и пол ребенка до зачатия? Она, во-первых, отвечает, это услуга платная, нужно записываться. Ну, можно взвесить ребенка, разделить на два. До года на гроб можно счесть сады ты? Можно. Ответы на вопросы, которые я не задавал, знаешь. Ну, год еще даже не прошел, как человека закопали в землю, гроб, в гробу. Можно ли что-то садить сверху? Ну, знаешь, до года левой рукой дверь в подъезд можно открывать? Ну, вот это все. На кладбище можно ходить каждый день? Нет. Это, прикинь, это смотритель кладбища спрашивает. Начальник говорит, что у тебя вчера не было? Это идет каждый день? Нет. Я буду раз в неделю приходить. Так, сколько стоит консультация? Поехали. Блин, что это в гривнах? 500. В рублях? 2 200. Это, не знаю, сколько там, наверное, гривен, тысячу типа где-то. Ну, посмотри, пожалуйста. 804 гривен. О, а 12 тысяч тенге? 745. 745. Так, если вы живете в Казахстане, чуть дешевле. А потом знак Евросоюза, но написано 50 долларов. Это 1350 примерно. То есть, если вы живете в Евросоюзе и пользуетесь долларами, как все жители Евросоюза, ну, вы поняли, вам будет дороже всего. Как она принимает эти доллары? У нее же какая-нибудь украинская карта, она все равно все в гривнах. Что такое? Нельзя переслать доллары, нельзя переслать. Даже если у тебя долларовая карта, никто тебе не может прислать доллары. Хотя, может ли, делать какой-то свифт-перевод? Ну, короче, ребят, если будете записываться у Зосимы, в гривнах ей платите дешевле всего, получается. Ребят, и на связи у нас сама Зосима. Зосима, Зосим. Хорошо откланяться. Мы поговорим с ней о ее работе. Здравствуйте. Очень приятно с вами пообщаться лично. А как вас правильно представить, вы Зосима или Зосима? Зосима. Это румынское имя, да? А вы можете собаку на руки взять, так будет красивее? Скажите, пожалуйста, я вот выписал некоторые вопросы, только кратко, если можно. Как вы узнали, что вы белый маг? Как я узнала? Потому что в молитвах, в которых я обращаюсь, к Богу, а не к демонам. Вот и все. Ну, смотрите, я видел, что, во-первых, вы отвечаете очень серьезно на вопросы людей, вот насчет снов. И я тут вспомнил свой сон. Мне снится часто мужчина с большими закусенцами. Последний раз у меня в разных ситуациях снится. И вот он мне приснился последний раз, как будто бы я на заводе рабочий. И он приходит и мешает, задает вопросы какие-то, мешает мне работать. И он мне говорит, мол, научи, покажи что-то. А я, знаете, во сне это ощущение, ну, если я даже буду ему что-то объяснять, то это бессмысленно. Ну, вот бессмысленную работу какую-то буду делать. Ну, что, мол, все равно он не поймет. Я вам расскажу. Это ваше внутреннее состояние. Где-то в подсознании вы сомневаетесь, что вы не несете важную миссию. Вы, можно сказать, бездарь. Вы начинаете в себе копаться. Вот этот сон к этому. Так, слушайте, мы уже приближаемся практически к концу. У меня блиц дальше. Если можно, отвечайте быстро и емко. Ну, как вы... Давай. Если дорогу перебежала крыса, можно ли идти дальше? Нет. Лучший месяц для смерти? Март. Март? Март месяц. Пить месячные в конце недели? Нет. А в начале? Да. Пойти в депутаты, если ты тупой? Нет. Нет. Шесть умножить на семь. Вы зависаете. Да, шесть умножить на семь, извините. Таблицу плохо учила. Так, хорошо. Зеленый цвет другими словами. Последний вопрос. Оранжевый. Оранжевый. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо за эти комментарии. Вот особенно мне понравилось про утку, если честно. Утку, утку, скажите, вот я знала, что вам понравится. Да. Вы великолепный. Да, спасибо огромное. Спасибо. Я вас целую. Я вот энергетически прям чувствую, вот вы великолепный. Спасибо большое. Я вас целую с языком. Всем приветики. Это Надя Дорофеева. Я хочу поздравить всех зрителей Дурнив смотрит сторис. С наступающим Новым Годом. Ребята, вам всем закусянцы вверх. Ну и, конечно, крутых сторис. Сторисов. Сторис. Вы поняли. Ребят, Москаленко Люда. 48 тысяч подписчиков рубрика No Name. Так, приехала уже домой с города. Поправлялась уже ночь. Приехал любимый мой сыночек. Анатолий Григорович. Как всегда. Как всегда. На месте, Анатолий Григорович. Блин, я когда на них смотрю, мне всегда хочется 50 грамм. Анатолий Григорович оливье на мено любит. Шубку, свежинка и аль капоне. Опа-на. Да, Тата. Требуется, требуется. А да, моя зерочка. А зерочка решила худать. Я пока решила не худать, если что. У тебя и шубка? Да, шубка у меня, если я кто-то спрашивал, помидорчик. Чисто по-босяцки. Вкусно сидим. Новым годом, ребят, наступающим. Вкусно. Можно так каждый раз делать? Дурнив жрет во время просмотра сториз. Новая передача. Что, Люда? После шести уже за всю. Проливаем телефончик же. Так и взяла. Айфон тренадцатый. Про Макс. Ого! Нормально, чуть Люда. Макс. Не, разбирается. Чтоб улазила в камеру. Я вас люблю. Всем хорошего вечерочка. За чуть Люду, за ее семью грех не поднять бокалы. Ребят, давайте, чтобы у всех были застолья. Чтоб семья вся собиралась за праздничным столом. Чтоб все у всех было. Здоровье, счастья, здоровья, как говорится. Давайте. И чтоб в следующем году все было еще лучше и веселее. Ребят, всех с наступающим Новым годом. Эй! На салат накидал. Да ладно. Потом классно будет какать. С блестяшками. Ху-ху-ху-ху. Хо-хо-хо. Дорогие подписчики дурнив смотрит сториз. Меня зовут Влад Иваненко. Я издатель журнала Playboy. И я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю, чтобы в этом году у вас было очень много закусенцев. Какой-то передачи. Очень много интересных сториз, которые будут в этой передаче. И чтобы у вас все сложилось в вашей жизни. Ребят, Лола Тейлор. 163 тысячи подписчиков. Любовь Бушуева. Актриса. Фильмов 3ХА в прошлом. Сейчас недоблогер. Мой резервный аккаунт Лола Тейлор. 4.0. Ребят, у меня тут такое произошло. О-хо-хо-хо-хо-хо. Я что-то недавно. Очень долго брала в ротик. Что про себя наделала? Брала в ротик. Очень долго. Очень долго брала в ротик. Короче, у меня я сживала щеку себе. Я сегодня проснулась, говорить не могу. Щека опухла огромная рана там. А что она, простите, долго в ротик брала, что у нее порвалась щека? Тортик графские развалины? Не знаю, что вообще делать. Просто. К доктору тоже не пойдешь. Да-да. Нет, только не к доктору. Там, как только услышат про отсос, сразу выпкнут. В больницах такие. Ну, бой ужасно просто. Просто полщеки, болит. Вот так вот притрагиваешь. Ай. Если честно, я думаю, что она просто торчала. И у нее двигалась челюсть туда-сюда. Так бывает под всякими веществами. И она просто себе прокусила щеку. Потому что странно. Как будто член же не острый. Вот так вот притрагиваешь. Ай, больно вот. Ребят, ну в общем-то, в Москве минус ротик пока. Все в моей жизни, да, было. Много всего было. Но эта боль, она, ее не передать словами. Эта боль, она страшнее любой другой боли. Это очень больно. Реально, когда щеку прикусишь, гораздо хуже, чем когда тебя восьмером тратят. Так, ребят, спустя день. Ребят, все классно и великолепно. Но я никогда такого вставшей не выглядела после дня рождения. Сейчас я буду просто спать до потери пульса. И более того, я вам скажу, что я не пила. Потому что я сейчас пью антибиотики, мне нельзя пить. Мы были вчера в ресторане, я не пила. Мне просто все время еб**ли. Как на самом деле должны выглядеть сторис моей бывшей? До смерти за**ли, б**ть. Единственный человек на постсоветском пространстве, который правильно использует слово за**ли. Ладненько, пошла я спать. Я спокойна, живу прекрасно. Упакаиваю себя только одним, что я слишком сексуальна. По-другому я это назвать не могу. Все, ребят, я всем отвечу потом на ваши поздравления. Я еще в телефоне не была очень долго. Вчера у меня просто не было возможности зайти в телефоны. Да, конечно, руки заняты. Даже голову поднять некогда. Потом посмотришь. Просто не было возможности зайти в телефоны и всем ответить. Поэтому все. Спать. Ребят, если вы этого хотите, желаю вам, чтобы вас е**ли не меньше, чем лолу в следующем году. Привет, люди, которые смотрят, как дурнев смотрит сториз. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Это Леша попросил. Я не сама такая вот прям активная. С наступающим. Валерия Лукьянова, 21. 1,2 миллиона подписчиков. Валерия Лукьянова-Пашкевич. Графиня. Джи. Исследователь. Трансгуманист. Писатель. Композитор. Девелопер. Аматуя. Нео. Композитор. Приветствую вас, дорогие. Я тут уже почти целую фотосессию записала. Такая красота. Целую фотосессию прям записала? В блокнот? Я сидела на этой пальмочке, записывала вам различные видео. Вот и я, кстати. Жалко. Мне рюкзак мешает показать вам фигуру. Это моя отличительная особенность. Когда есть моя тень, я всегда хвастаюсь фигурой. Ну, ладно, не получится. Вот такая здесь красота. Да, вот такое небо, дома, яхт-клуб, набережная. В общем, просто мега красота. Блин, Птушкин в юбке снова в деле. Взяла несколько продуктов наших. А именно, Духик Вин, Кинг. Получила вчера посылку. Скоро буду фоткаться с ними. Это, конечно, нечто. Этот запах я уже знаю, но он у меня быстро закончился. Поэтому я сейчас счастлива. Ребят, это графиня, исследователь, трансгуманист, писатель, композитор, девелопер и продавец разбодяженной парфюмерии. Ко мне подходили даже дамы такие вот явно при деньгах и говорили, у вас такой потрясающий аромат. А шавки всякие, ну, бомжихи. Наоборот. Фу, как ужас. Поэтому, если вам не нравится этот аромат, вы, скорее всего, шавка или бомжиха. Короче, если вы статусная леди, вам понравится. Если вы, ну, типа, девушка без денег и вкуса, то вам не понравится. А-а-а-а! Начиная работать по нашей программе RexDeus, вы прокачиваете и обычные чакры, и такие чакры. И обычные такие прям? Вообще бомба. Два в одном. Я всегда за***ло в этих программах, что либо обычные, либо такие. Прокачиваются. Тратишь время на обычные, такие отстают. Такие качнешь. Обычные чакры пониже. И полностью начинаете владеть своим аватаром. Если вы никогда это не пробовали, я рекомендую вам попробовать как можно скорее. Да-да, по-моему, вы все бросайте как можно скорее, аватар ждет. Я рекомендую вам попробовать как можно скорее, вы будете ошарашены эффектом. Я ошарашен даже просто узнав об этом, честно говоря. Валерий, это супер. Ну что, я надеюсь, пожертвования не очень умных людей позволят вам еще немного продержаться в этих теплых краях. А мы продолжаем. Всем привет, я Ян Гордиенко, и я поздравляю зрителей Дурнева с Новым Годом! Пускай в следующем году закусенцы ставятся, пускай тишина разгромит еще какой-нибудь отель. Ну и будьте счастливы. С Новым Годом! Ребят, сегодня, как и каждый выпуск, мы разыгрываем 9 футболок из Дурневшоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, включите этот выпуск еще раз. Найдите наиболее понравившийся вам момент, снимите его на камеру своего телефона, ну или сделайте захват экрана. Как кому проще? Секундочку. Выложите это видео у себя в сториз. Отметьте меня и нашу страницу Дурнев Фан. Все, вы принимаете участие в розыгрыше. А на этой неделе футболки за видео в сториз получают вот эти вот люди. Также хорошая традиция стала давать футболку за творческий подход к созданию сториз. И на этой неделе футболки за творчество получают вот эти вот люди. Также мы разыгрываем футболки среди тех, кто дает джамалы и не пользуется инстаграмом. Для вас, ребята, все еще проще. Нужно подписаться на наш канал, ну или быть подписанным. Нажать на колокольчик, нажать на закусенец вверх и оставить любой комментарий. Что, правда любой? Да, правда любой комментарий. И на этой неделе футболки за любой комментарий получают вот эти вот люди. У-ху! Дорогие зрители, Дурнев смотрит сториз. Я вас обожаю, благодарю за вашу любовь, за все ваши закусенцы, за каждую вашу джамалу. Пусть в следующем году все будет классно у вас, у нас и побольше будем делать вместе. Ира Слюнько, 25,1 тысяча подписчиков. Ирина Слюнько, юморист. Да. Ира, блядь, начнешь жрать мой хлеб, будешь срать моим дерьмом. Юморист, блядь. Финалистка, финалистка второго сезона шоу «Вид пацанки до понянки». Победительница сериалити «Новая жизнь». Участница реалити-шоу «Супер мама». Вот так, короче, ребят, вышла я за хлебушком. Мужик отбел, сломал мне нос. Как будто даже немного лучше стало. Может, это пластический хирург? Нет, серьезно, побили? Блин, короче, как будто капец. Я вызвала сейчас полицию, сейчас едем, короче, к полиции, потом в больницу, потому что это ужас. Вызвала полицию и поехала к ней. Чисто наш прикол. Мне когда-то в машине разбили стекло, я вызвал полицию и жду их 2 часа. Разбили стекло и на пассажирском сидении след от обуви. Ничего не взяли. Я вызываю полицию и в голове все это время сижу на колесе, рядом не подхожу к машине. И в голове все время думаю, сейчас приедут такие специалисты. Они вот так каким-то таким порошочком посыпят. Выяснят обстоятельства, чья это обувь. Сделают фотографию. Вообще не приближают, чтобы не изменить ничего. Короче, 2 часа никто не приезжает. Я потом перезваниваю, говорю, я вызвал полицию, 2 часа никого нет. А они говорят, сейчас мы передадим, вам перезвонят. Мне перезванивают, говорят, слушайте. А машина ехать может? Я говорю, да. Они говорят, приезжайте лучше к нам. Я говорю, ну тут следы преступления. Они говорят, да, 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 да. Давайте к нам. Вот адрес. Такой, супер, ребят. Так вот, да, полиция могла сказать. Вас побили, подтягивайтесь. Не за что. Просто не за что. Я считаю, если она приезжает, это ужас. Просто ужас. Блин, ну реально, ну вы чего? Ну что, правда побили? Ирка, держись. Я, короче, потеряла сознание. Ну, Витя, конечно, отху**илка. Довите, сказала, кто это сделал. Витя, конечно, отху**ил нормально. Я думала, что Витя еще не посадит в тюрьму, потому что Витя... Ну, я сейчас, короче, взяла полицию. Я-то просто так не оставлю. Ни в коем случае. Не бейте, пожалуйста, Юру Слинько. Да, она синяя может что-то обозорнуть. Ну, она ж не со зла. А у нас? Дорогие подписчики и подписчицы Лехи, его канала. Спасибо вам большое, что смотрите Алексея, потому что без поддержки зрителей ни один артист, ни один комик не может существовать. Я безумно вам благодарен, что вы ставите ему лайки, вы делаете репосты его видосиков. Потому что если хотя бы один дурнив в мире счастлив, счастлив и я. Потому что у меня с ним ментальная связь. Если он будет плакать от того, что у него будет всего лишь 100 миллионов просмотров и 9 миллиардов лайков, то плакать буду и я. Спасибо, что заставляете меня улыбаться. Через него. А у нас Катя Бу, 102 тысячи подписчиков. Новичок? Новичок. Новичок. И рубрика новая им. Катя 102 уже. И рубрика просто. Катя Моисеенко, мини-милфа. Как это? Окей, так. Я не хочу писать. Всем привет и через минуту у меня день рождения. Пошли. Это день рождения Кати Моисеенко, в 2021 году. Всем привет. Давайте петь, петь. Завтра мы едем и набиваем слов. Мы набиваем слов. Все вчетвером. Все, завтра. Все, жмем руки. Отличная идея, ребят. Надеюсь, там осталось место после слова пи***, который вы набили в прошлом году. Давай, Ваня, дай урочка. Блин, обычно такие сторис заканчиваются сторис, где кто-то блеет. Да? Блин, обычный вторник. Просто день. Встал, блядь. Давай, 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 давай. Молодец. Вторая, нахуй. Мужчина решил встать. Ребят, с наступающим Новым Годом, пожалуйста, выпивайте аккуратненько. Чтобы было весело, а не грустно. Спасибо. Давай, вставай. Умоемся. У тебя не красиво. Я хочу целый телеканал с такими сторис. Просто смотреть, как кто-то постоянно синий валяется. Давай умоемся, разденемся и ляжем в складе, где красиво. Все, иди ко мне, солнышко. Мне красиво, детка. Нет. Ага. Плюс один, нахуй. Плюс один. Детка, ты трезвый. Детка, ты трезвый? Хорошо. Пожалуйста, разденься. Вот. Ребят, самое главное в этом состоянии, не садиться за руль. Причем, чего угодно. У меня есть история, когда я был очень пьяный и сел за руль гидроцикла. Сорвался с него и выбил себе пару зубов. Вот фото. Поэтому ни в коем случае не за руль автомобилей, мотоциклов. Если вы где-то в Египте, не садиться. Бухать только на глазах у трезвых друзей и не выходить из номера. Поздравляю с наступающим Новым Годом всех зрителей и дурни в смотре сториз. Счастья вам и здоровья. Муа. Большое спасибо, что присылаете сториз нашему редактору Диме Шибаеву. Он не спит ночами, не дрочит присядку и делает, 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 делает эту программу. Вот, и получается, что мы весь год ее делали вместе с вами. Что? А в эфире наша постоянная рубрика ТикТок Минутка. ТикТок Минутка От современных новогодних тикток трендов? От современных новогодних тикток трендов? Никогда не стояли, Димочка, в стороне. Ух ты. Мы уже и вино делаем, дурни в шоке. Прикол. Это что такое вообще? Это типа вибратор какой-то? Это фен? Это плужок? Ах! Очень горячо. Ты сжимаешь чуть-чуть? Да, максимально сильно. Только это же не быстро, конечно. Это плужсадь это, заметно. Тебе прикинь, надо, чтобы вот эта херня закипятила вина. В бутылке. Как тебе такое, Елон Маск? Три часа позже. Еще один? Он вообще не шевелится. Хорошо, что ты привычно для себя в присядку это делаешь. Ну, типа, знаешь, девчонки, да у вас нет штопора, может, у вас найдется плойка для волос. Сейчас два счета открою ваше вино. Эти ни на что не годные тиктокеры рубрика. Интересно, это работает? Ну, как видишь, нет. Интересно ему. Это мне, наверное, работает. Да. Ну, серьезно. Но вино пока достаточно прохладное. Да, а я нет. Ну, я попробую вот тут, где мой опыт. Не надо. Попробуй. Не, ну. Горячий, горячий. Ну, давай, давай, давай. Ты знаешь, когда есть до... времени. Что, пора? Не достается. Ребят, ну, получается, что у нас закончились сториз. Это был последний выпуск. Дурнев смотрит сториз в этом году. Даже не верится. В 2021 году все. Фу. Спасибо, что были с нами. Ставили нам закусенцы. Писали комментарии. Выигрывали у нас футболки. Смеялись. Оставайтесь с нами. В следующем году все будет еще лучше. С наступающим Новым годом. Спасибо. Та-дан. Все, бухает? Да.